Учредителями юноармейских слаживаний является местное отделение юноармии в Одинцовском районе, возглавляет которое начальник штаба Игорь Топало. Участниками слета стали 9 команд, среди которых юноармейцы из 1-й и 2-й Голицынских школ, Большевиземской гимназии, Маловиземской, Назаревской, Захаровской, Чистцовской школ. Сегодня мы завершаем на базе Голицынской школы номер 2 первый этап юноармейских слаживаний 2018. Сегодня у нас присутствует 9 образовательных учреждений, которые географически находятся в пределах доступности городского поселения Голицына. 9 учебных заведений, которые мы сюда пригласили, сейчас 3 из них готовятся сдавать норматив по накладыванию травмированному повязке типа ЧПЦ и в последующем поэтапная эвакуация с использованием штатного имущества мотострелковых подразделений. В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие курсанты Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Боевые слаживания включают в себя основы защиты от оружия массового поражения. Тактическую медицину, строевую подготовку, сборку, разборку автомата Калашникова. У тебя есть рекорд? Рекорд? Ну я точно не помню время, но в нормативы 100% укладывались. Скажи нам, пожалуйста, как это делается. В командах новичков нет, поэтому все участники продемонстрировали достойный уровень практических и теоретических знаний. В следующий этап попадут лишь пять команд. Они будут представлять Одинцовский район на региональном юнормейском фестивале военно-прикладных испытаний «Гренадеры-2019». Как отмечает Игорь Топало, из года в год интерес ко всероссийскому движению «Юнармия» у молодежи возрастает. Все чаще в ряды юнормейцев вступают не только юноши, но и девушки в возрасте от 8 до 18 лет. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».